Прежде всего хотел бы от души поздравить всех присутствующих и особенно руководство императорского православного палестинского общества в лице его председателя Сергея Владимировича Степашина с важным событием со 130-летним обществом. Сегодня мы с вами присутствуем на знаменательном мероприятии открытия международной выставки, приуроченной к этой славной дате. Благодаря экспозиции можно воочию убедиться, что вся история общества с момента учреждения до сегодняшнего дня является ярчайшим примером самоотверженного подвижнического служения его членов как на родине, так и на святой земле во благо вечных ценностей, нравственной чистоты, духовности во имя интересов России. Россия и библейские регионы. Как далеки они географически друг от друга и как неразрывны духовные узы, связывающие им через века и расстояния? Наши соотечественники совершали хождение в святую землю на протяжении многих веков. И с абсолютной точностью можно говорить о том, что интерес России к исторической Палестине никогда не был прониктован корыстью. Россия всегда шла на Ближний Восток ради духовности и созидания. И тому наглядно свидетельствует феномен русской Палестины. За что мы должны благодарить отцов-основателей императорского православного палестинского общества. Россия всегда пришла на Ближний Восток ради духовности и субтитров. Неоценим вклад общества в углубление гуманитарных связей между народами России и Ближнего Востока. Отрадно, что не прерывается временная нить. И в наши дни общество не только сохраняет то, что было с такой любовью заложено и выписками, но и делает все возможное, чтобы приумножить это наследие. Так что императорского православного палестинского общества принимает Internet. Работа рука об руку с представителями других культур и конфессий реализует паломнические, образовательные и иные гуманитарные программы, последовательно выступая за дело добра и терпимости. Еще раз позвольте поздравить всех с юбилеем.